В эфире Петровка 38. Я Екатерина Девятова. Здравствуйте. Решил стать полицейским и стал им. Правда, ненадолго. 17-летний житель столицы возомнил себя инспектором ДПС. Он раздобыл форму, остановил автомобиль, стал убеждать водителя, что тот нарушил правила дорожного движения и предложил уладить вопрос. Спектакль не удался. Самозванца водитель тут же раскусил. Возможно, когда услышал, что именно тот хотел получить. Александр Белогуров узнал, чем закончилась эта история. Парковка возле одного из столичных торговых центров. Водитель снимает на камеру мобильного телефона нетипичное поведение сотрудника ДПС. Автор этого видео стал так думать после необычного разговора с инспектором. Студент одного из столичных вузов находился в своем автомобиле, когда к нему подошел гражданин в форме инспектора дорожно-патрульной службы. Неизвестный потребовал предъявить документы на право управления транспортным средством и сообщил молодому человеку, что тот нарушил правила дорожного движения. Инспектор сфотографировал регистрационные знаки машины, а после заявил, административной ответственности можно избежать. Цена вопроса пять бутылок пива и бутылка коньяка. Водитель решил согласиться на условия, чтобы докопаться до истины. Он понимал, что перед ним аферист. В назначенный час студент приехал навстречу и передал бутылки с алкоголем. И тут началось самое интересное. Полицейским не составило труда собрать весь пазл. На этой камере герой истории 17-летний подросток, который просто надел форму стража порядка. Машина, на которой он ездил, принадлежит его отцу. Позже парень все же признался, на видеоролике действительно он и даже извинился. Вот только извинений в этой ситуации недостаточно. Теперь в отношении подростка составлены сразу несколько протоколов об административных правонарушениях. Оплачивать за него штрафы, скорее всего, будет отец. Парень поставлен на профилактический учет. Александр Белогуров, Дмитрий Трудников, Петровка, 38. В Новой Москве с поличным задержали курьера, который развозил заказчикам поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Это кадры оперативной съемки. В одном из торговых центров столицы злоумышленник в красной шапке ждет денег от очередного клиента. В итоге он их получил и сразу же оказался в наручниках. По версии следствия, подозреваемый лишь винтик в мошеннической схеме. Как выяснилось, злоумышленник является курьером. Он забрал у неизвестного лица поддельные справки и сертификаты о вакцинации против коронавируса. Затем мужчина развозил их клиентам. В ходе осмотра в сумке подозреваемого были обнаружены и изъяты три фальшивые справки. Очевидно, что дневной план молодой человек уже не выполнит. Впрочем, бояться ему теперь нужно не штрафов от работодателя. За сбыт поддельных документов курьер получил серьезные проблемы с законом. Стражи порядка ищут его сообщников. На юге столицы 38-летний житель Москвы устроил настоящий переполох. Мужчина пытался уйти от полицейской погони. Нарушителя преследовали несколько экипажей ГИБДД. А началось все с того, что водитель выехал на встречную полосу движения на Варшавском шоссе. Полицейские отреагировали мгновенно, но на требование стражи порядка остановиться мужчина лишь прибавлял газу. В ходе преследования на Комсомольском проспекте автомобиль был остановлен, а водитель задержан. В транспортном средстве находился 38-летний житель столицы, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. В ответ на законные требования полицейских пройти медицинское освидетельствование мужчина ответил отказом. Вы управляли транспортным средством в состоянии опьянения? Нет. Нет. Права получали после лишения? За пьяное вождение мужчину лишали прав еще в 2016 году. Теперь на нарушителя выписано сразу 7 административных протоколов, в том числе за отказ от медосвидетельствования, проезд на красный сигнал светофора и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье нарушения ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. Приехал в столицу на заработки и тут же решил это отметить. На западе Москвы мужчина выпил и напал с ножом на прохожего. Неизвестно чем бы все закончилось, если бы не оказавшийся рядом полицейский. Инструктор Центра профподготовки Иван Энгель увидел вооруженного дебошира, догнал его и обезоружил. Денис Бушуев восстановил хронологию событий. Очевидно, что у мужчины сплошная каша в голове, а в крови изрядное количество алкоголя. Его душа требовала приключений и он их нашел. На парковке у торгового центра начал оскорблять совершенно незнакомого ему человека. Потом кинулся на него с ножом и тут же оказался в наручниках. Проезжая мимо, увидел гражданина, который бежал в сторону входа в магазин. За ним следом бежал гражданин с ножом в руках. Остановился, вышел из машины, побежал к гражданину с ножом. Уже догнал его здесь на входе в магазин. Мужчина, выбегающий из машины и есть Иван Энгель. В тот день у инструктора центра профподготовки был выходной. На ЧП полицейский среагировал мгновенно. По словам очевидцев, агрессивный мужчина с ножом еле держался на ногах и все время угрожал кому-то расправой. Стражу порядка понадобились считанные секунды, чтобы задержать злоумышленника и отобрать у него холодное оружие. Сотрудники магазина и покупатели не на шутку испугались, увидев разъяренного человека с ножом. Однако нож рядом с мужчиной говорит об обратном. Задержанного доставили в отдел полиции. Протрезвел дебошир только на следующий день и очень удивился. Оказалось, мужчина приехал в столицу на заработки, но зарплаты дожидаться не стал. Сразу решил отметить свое прибытие. Теперь ему придется ответить за хулиганство. Возбуждено уголовное дело. За проявленный профессионализм Иван Энгель будет представлен к поощрению. Денис Бушуев, Арсений Ларехин, Петровка, 38. Серийных воров задержали полицейские в Подмосковье. Жить на широкую ногу очень хотелось троим приятелям. И они решили зарабатывать ограблениями. И не на шутку увлеклись. За несколько месяцев совершили 15 удачных вылазок. Казалось бы, мужчины все продумали. На дело ходили в перчатках, масках, капюшонах. Но в один прекрасный день просчитались. Любовь Фомичева о том, на чем погорели подельники. Ночь. К складу продуктового магазина подходит мужчина. Направляется он сразу к камере наблюдения над входом. Сбивает ее и даже не подозревает, что видеоконтроль здесь повсюду. Дальше злоумышленник уже с подельниками заходит внутрь. Они взламывают еще одну дверь и начинают что-то искать. Установлено, что злоумышленники гвоздодерам повредили камеру видеонаблюдения и незаконно проникли в складское помещение продуктового магазина, расположенного в селе Домодедово. Похитив табачную продукцию и сейв с деньгами, правонарушители скрылись с места преступления. Записи с камер видеонаблюдения изучили полицейские. А это кадры задержания злоумышленников. Жили товарищи в Москве и Видном. Три друга хотели быстро добыть деньги. Вот и решились на преступление. Возраст злоумышленников от 30 до 42 лет. По какому поводу доставлено в управление? Понятия не имею. Пока что. Обвиняю и кражу. При обысках в автомобиле одного из задержанных полицейские нашли гвоздодер. Скорее всего, именно им товарищи взламывали двери. Собственная машина или варенье? У меня собственная машина. Украденные рассказали мужчины. Они продали деньги, поделили и потратили. Стражи порядка полагают, что эта кража для задержанных не первая. Воры они серийные. По предварительным данным причастны еще к 14 аналогичным эпизодам в Московской области. Сейчас полицейские устанавливают возможных подельников мужчин. Отвечать перед законом злоумышленники будут по статье «Кража». Любовь Амичева, Арсений Лариохин, Петровка, 38. О том, что еще попало в криминальные сводки, смотрите далее в коротком видеообзоре. Следователи Красноярского края предъявили обвинение местному жителю, который напал на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Подозреваемый вошел в квартиру пенсионера, дверь которой была открыта, избил пожилого хозяина и забрал 20 тысяч рублей. Злоумышленника 40-летнего мужчину полицейские задержали по горячим следам. На Кузбассе перед судом предстанет 73-летний местный житель, который убил своего 38-летнего соседа и ранил его сына. Как выяснилось, у подозреваемого был давний конфликт с соседями, и в августе прошлого года он пришел к ним в дом с ружьем. Несколько раз ударил хозяйку и выстрелил в ее супруга. 14-летний подросток пытался защитить своих родителей, но тоже был ранен. Банду автоугонщиков задержали полицейские Санкт-Петербурга. Трое злоумышленников специализировались на французском автопроме. С помощью специальных средств они взламывали иномарки и перегоняли в гараж, где разбирали. Дорогостоящие запчасти угонщики продавали, а кузов распиливали и сдавали на металлолом. Уже доказана причастность задержанных к двум угонам. Ущерб более полумиллиона рублей. Стражи порядка устанавливают всех потерпевших. Деньги на чужом горе зарабатывали участники преступной группы из Брянска. По данным следствия, заведующий патологоанатомическим отделением городской больницы, а также его подчиненные и работники ритуальных агентств обманывали родственников умерших и брали с них деньги якобы за ускоренную выдачу тел. Таким образом, злоумышленники получили около полумиллиона рублей от 80 жителей региона. Недетский обман. В Иркутской области соцработник обманула детей-сирот на 25 миллионов рублей. Женщину задержали в ее доме, который она активно обустраивала наворованные деньги. Успела даже выкопать бассейн. И планы были грандиозные, но их сорвали полицейские. Установлено, что сотрудница органов опеки и попечительства вступала в сговор с опекунами детей-сирот. Готовила поддельные документы. В итоге опекуны получали возможность снимать со счетов своих подопечных накопительные пособия, которые дети должны были получить в 18 лет. Половину суммы опекуны отдавали заботливой соцработнице. В списке потерпевших 36 детей возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Женщина под домашним арестом. 13 ее сообщников-опекунов под подпиской о невыезде. Нет ничего невозможного, если очень захотеть. В столице стартовал благотворительный проект «Давай дружить». Его цель – найти наставников и старших товарищей для детей-сирот и ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию. Сотрудники УВД на митрополитене воплотили в жизнь мечту 15-летней Линды. Девочка живет в сред для детей, оставшихся без попечения родителей и мечтает стать кинологом. Узнав об этом, кинологический центр столичной подземки пригласил Линду на экскурсию. Максим Ларин далее. У 15-летней Линды есть мечта. Когда вырастет, она хочет стать полицейским кинологом. Я вот как сразу увидела полицейских, я такая, о, я хочу быть полицейским. И все. Потом я стала больше, намного взрослее и решила, что хочу быть именно кинологом. Когда в УВД на митрополитене узнали о мечте Линды, то сразу пригласили девочку на экскурсию в кинологический центр. Она не кусает. Это моя собака. Беста – очень умная собака, умеет искать взрывчатку. Для кинолога Сергея Цибисова она уже 4 года незаменимая помощница на службе. А эта груша демонстрирует безукоризненное выполнение команд. Держать. Но одно дело наблюдать за дрессировкой, совсем другое – самой попробовать себя в роли кинолога. Громко, лучше сидеть, сидеть. Очень быстро Линда осваивается в новой роли. Начинает уверенно отдавать команды, и вот уже кажется, что они с грушей настоящие напарники. Нам очень приятно исполнить мечту ребенка. А с другой стороны, это замечательная возможность пообщаться с молодым поколением и заинтересовать их нашей профессией, чтобы впоследствии они продолжили службу в органах внутренних дел. Пройдет совсем немного времени, и Линда, возможно, придет на службу именно сюда. Кинологический центр УВД на метрополитене, самый большой в Москве, ежедневно на службу заступает до 50 собак. А всего у правоохранителей столичной подземки 170 четвероногих напарников. И это в три раза больше, чем в любом другом полицейском управлении. Максим Ларин, Сергей Мирьянов, Петровка, 38. На этом все. Спасибо, что были с нами. До встречи.